Как сообщает пресс-служба главы государства, сегодня состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиева с президентом Исламской Республики Афганистан Ашрафом Гани. Были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки регионального взаимодействия. Президент Ашраф Гани выразил от имени братского народа Афганистана искреннюю благодарность главе нашего государства за оказываемую всемирную поддержку в вопросах обеспечения мира и стабильности на афганской земле. Экономического восстановления этой страны. Лидеры с глубоким удовлетворением отметили успешные итоги первого заседания трехсторонней рабочей группы по продвижению проекта строительства трансафганского транспортного коридора, в котором приняли участие высокие представители Узбекистана, Афганистана и Пакистана, а также ведущих международных финансовых институтов. Подтёркнута важность начала практической реализации данного проекта, включая подготовку технической документации и осуществление строительства. Президенты договорились объединить усилия и ускорить осуществление проекта по возведению новой линии электропередач «Сурхан-Пулихумри». В этих целях будет создан двусторонний механизм координации выполнения запланированных работ с проведением видеоконференций на ежемесячной основе. Рассмотрены также возможности расширения узбекско-афганского многопланового сотрудничества, в том числе в нефтегазовой отрасли, в области образования и подготовки квалифицированных афганских кадров по техническим специальностям. Согласовано участие делегатива Узбекистана в праздничных мероприятиях по случаю 580-летия великого поэта и мыслителя Алишера Наваи, которые пройдут в марте этого года в городе Герати. Состоялся также обмен мнениями по графику предстоящих мероприятий и контактов на высшем и высоком уровнях. Президенты поручили сформировать совместную правительственную группу в целях постоянного мониторинга и эффективного продвижения реализации дорожной карты и приоритетных инвестиционных проектов. Телефонный разговор лидеров Узбекистана и Афганистана прошел традиционно открытой, конструктивной и дружеской атмосфере.